приветствую всех на своем канале рада приветствовать новых подписчиков благодарю вас всех за ваши комментарии за то что смотрите и остаетесь со мной сегодня мы с вами посмотрим расклад на тему что внутри вас чем вы сейчас наполнены выбирайте пожалуйста позиции тайм коды есть все услуги мои есть под видео по ссылке мои услуги либо на главной странице выбираете плейлист мои услуги и смотрите ролики об моих услугах и так давайте мы с вами сразу приступим позиция номер один голубенький камешек что сейчас на данный момент внутри вас что сейчас внутри вас король кубков и повешены смотрите сейчас внутри вас есть какая-то ситуация которая тянется возможно из прошлого на данный момент она не как-то не развивается возможно есть некая такая стагнация либо остановка и это связано скорее всего с вашими межличностными отношениями возможно даже очень близкими то есть теми отношениями где есть какая-то вот эмоция да либо то что вас ранее наполняло я не вижу что здесь было бы там какой-то возможно разрыв либо какое-то неудовлетворение просто такое ощущение что вот именно отношения либо с каким-то человеком либо с людьми не важно они сейчас просто не развиваются потому что то ли поменялся сменился как-то приоритет и ваш акцент идет сейчас на что-то другое либо сейчас просто нет возможности до развития вот этой вот вашей эмоциональной составляющей о чем здесь говорит король кубков здесь есть какие-то переживания по поводу того что нету каких-то перемен то есть сейчас я могу предположить что для кого-то либо для большей части слушающих отношения являются главным таким приоритетом то есть вот речь здесь касается именно тема отношений когда что-то не меняется то есть я не знаю нету какого-то развития возможно вообще ничего такого особенного не происходит но то что мне нравится это то что это вас как-то вот особо и не не огорчает ну нет развития нет то есть есть вам чем чем-то другим заняться если это не касается тема взаимоотношения то здесь есть какие-то эмоции но они они давние они не сейчас получились появились эти состояния эти эмоции они уже давно длятся внутри вас но а такое знаете вот так у меня такое ощущение от этой от этого расклада от этой позиции что когда-то вас эта тема она очень сильно тревожила да вы как-то вот они беспокоились но потом хочется сказать как-то как будто упустили на самотек то есть пускай будет все как будет я я не буду как-то переживать на этот счет да какая-то вот тишина мне идет на такое вот успокоение что ли это не смирение здесь нету негативного аспекта в плане того что я уже не верю что вот эта ситуация как-то не будет развиваться нет здесь просто вот такое ощущение что окей сейчас возможно что-то не происходит из того что я хотел бы чтобы меня наполняла как-то эмоционально поэтому я займусь чем-то другим ну например моя личная жизнь сейчас не развивается я займусь профессиональной дали бы там деньги сделал акцент на финансовую составляющей либо о здоровье позабочусь то есть вот здесь какой-то такой момент это то что на данный момент вы наполнены этим и возможно это вот прям для вас очень актуально чем вы наполнены чем вы наполнены сейчас чем вы наполнены ну смотрите здесь выпадает девятка мечей и королева кубков не знаю все равно какая-то вот тревожность и беспокойство карты показывает но я это не чувствую не чувствую как бы мне не показывали здесь какую-то тревожность здесь знаете возможно тревожность не связано с личными отношениями здесь какой-то может быть нету здесь беспокойство здесь мысли здесь скорее всего мысли на ночь глядя по поводу вашего будущего то есть куда вы идете что вас ожидает будущем но а почему мне здесь показывают девятка мечей здесь на ощущение того что ситуация вы хотели бы что ваша ситуация каким-то образом изменилась да и здесь идет вот момент какого-то взросления момент того что я понимаю что я не хочу больше жить в будущем да потому что не знаю как то вот не то чтобы она вас особо как-то тревожит но она не рисуется в каких-то таких приятных тонах вот именно поэтому вы как будто вы знаете сделали акцент здесь более зрелая такая позиция сделали акцент на момент здесь и сейчас как будто бы вам необходимо как-то вот устаканить свое нынешнее состояние свою нынешнюю позицию стабилизировать и поэтому здесь и мысли вот в этой позиции до большинство из вас делает сейчас акцент именно на момент здесь и сейчас на проживание этого момента на стабилизацию на более вот какой-то зрелый такой взрослый незрелая взрослый какой-то вот подход к жизни вы перестали как-то вот вспоминать что-то возможно прошлого из прошлого до из людей и поменялись оставили как-то вот моменты вспоминания прошлого и в то же время вот будущее вас пока еще не радует то есть но вы не не видите каких-то радужных перспектив не вот и поэтому вы полностью сфокусированы сейчас на моменте здесь и сейчас вот неважно что мне карты показывают у меня вот такое ощущение что сейчас вы именно как будто бы поняли знаете какую-то истину для себя философского плана о том что будущее оно не важно потому что еще неизвестно придет она или нет наступит или нет и когда она наступит просто уже не поменять поэтому вот вы как будто вы сейчас в моменте что-то начинаете делать а что из этого получится в будущее поможет как будто бы неважно здесь а чувство качество момента сейчас оно должно улучшиться то есть вы как будто вы прикладываете все усилия для того чтобы улучшить свое проживание сейчас чтобы вот вам сейчас было хорошо а вот вы как будто бы стабилизируете стабилизируете свою ситуацию в моменте еще чем вы наполнены сейчас на своим движением вот что я говорила да рыцарь жезлов и тройка педакли своим движением вперед дальнейшим движением построением чего-то такого что для вас вот будет значимо важно может быть это даже вот опять таки я говорю связано как-то с профессиональной вашей сферой да оттачивание своих навыков способность как-то взаимодействовать с другими людьми изменений да здесь идут изменения выпали прям три в очереди да три великих аркана аркан влюбленных смерти и дьявол здесь идет завершение завершение естественно и вот и говорю вот этот вот естественный процесс взросления когда вы долгое время возможно не могли определиться что вы хотите как вы хотите возможно проходили череду уроков когда вот вас как-то бросало из стороны в сторону вот а сейчас ну вы приходите вот какой-то вот более земной что ли более земной более стабильной жизни это новое начинание здесь появляется уже доверие здесь появляется доверие либо здесь еще может быть такой момент как что вы как будто бы вот заново начинаете возрождать то что какое-то время не 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 развивалась вот в прошлом были какие-то возможно ваши мечты и задумки и вы как-то не развивали была какая-то остановка а сейчас вот появилось желание то есть вот какая-то тема которая возможно из прошлого либо она вам очень хорошо знакома она снова всплыла и появилась какая-то готовность может быть появилась готовность что решать либо реализовывать эту задумку вот это все равно связано как-то с профессиональной сферой и зарабатываниями денег здесь изменился формат ваших взаимоотношений здесь также произошла чистка вашего окружения люди сменились либо вы просто отдалили от себя тех людей которые создавали вам какие-то трудности сложности то что вызывало вас переживания здесь если мы говорим о проработках здесь сменился ваш эмоциональный фон если раньше допустим вы как-то тревожились переживали вот здесь вот общие общий фон об этом говорит то сейчас вы как-то более спокойно стали подходить к вещам к ситуациям уже меньше меньше тревожитесь я бы так сказала уже более рационально более разумно смотрите на на вещи более спокойно вот здесь вот дьявол он показывает как раз таки вот это вот заземленность приземленность как-то так это была первая позиция так и мы с вами переходим к позиции номер два красненькую камешку смотрим что внутри вас сейчас двоечки что сейчас внутри вас луна луна и семерка шестлов опять вы от чего-то закрываетесь осторожены здесь а здесь вы как будто бы знаете не подпускаете а людей либо ситуацию к себе вот к своему вот этому вот комфортному состоянию сейчас вам настолько удобно приятно да вот в том состоянии в котором вы находитесь сейчас что вы как будто бы от всех таких непонятных состояний непонятных людей ситуации от всего вот этого вот мутного иллюзорного вы сейчас как будто бы закрываетесь огорождаетесь чувство что вы научились как-то себя защищать вот так скажем защищать от людей то есть я не могу сказать что вы умеете отстаивать себя вот но все равно как будто бы еще в каких-то моментах вы подаетесь влиянию более сильных людей потому что все-таки вы эмоциональные вот люди а те кто эмоциональные ими легко управлять все-таки вы еще поддаетесь вот этому влиянию но вы уже как будто бы знаете держите дистанцию то есть не впускаете вы научились как будто бы распознавать людей и просто их к себе не не подпускать держать на дистанции либо каким-то образом избегать то здесь нет еще такой знаете вот уверенной позиции что я знаю как если вдруг что-то случится я знаю как себя повести здесь нет такого поэтому вам проще как-то избегать избегать то есть чем вы сейчас наполнены решимостью решимостью решительностью двигаться дальше двигаться дальше куда вы идете куда вы идете а идете вы опять в четверку мечей в какую-то остановку то есть друзья приняли что вы за решение вы приняли как будто бы решение да двигаться дальше сделали первый шаг и снова остановились снова остановились для того чтобы не знаю получить какие-то подсказки получить какие-то подсказки увидеть какие-то знаки для себя что вы хотите понять что вы хотите увидеть вы хотите быть уверенным в том что та ситуация тот шанс который вам выпал сейчас на данный момент что это не ошибочно и вы хотите удостовериться в том что на данный момент вы себя не обманываете и вы не ошибаетесь а в чем здесь сомнения не все не все понятно вот луна начиналась у нас и верховные жрицы выпадают не все вам известно не все вам понятно есть какая-то какой-то аспект когда не хватает информации недостаток информации недостаток знаний касательно чего но это может касаться либо финансовой стороны аспекта либо какого-то вашего комфорта уюта вы как будто бы не знаете как не можете сбалансировать какие-то ваши есть две ситуации да возможно одна связана как-то с будущим а другая с моментом здесь и сейчас и вот вы как будто бы не хотите оставить себя сейчас сейчас в момент здесь и сейчас и в то же время хотите двинуться вперед и вот здесь вот такая ситуация когда прежде чем куда-то двигаться я хочу получить некие такие гарантии что вот если я ставлю то что я имею сейчас то в будущем я то что я получу оно не будет хуже оно не будет хуже того что я имею сейчас а что вы имеете сейчас сейчас вы как будто вы проходите какие-то кармические уроки завершения очищения на данный момент вы то есть за что вы держитесь то что я говорю что вы не хотите как будто бы чтобы и в будущем у вас была восьмерка мечей если вы не хотите в будущем снова войти в какую-то тупиковую ситуацию в которой ничего не не развивается снова не войти в какую-то вот безысходную ситуацию здесь вот у меня чувство что сейчас возможно в вашей жизни ей присутствуют какие-то трудности но вы с ними как-то справляетесь да то есть вы нашли какой-то для себя какую-то удобную модель поведения вот но из-за того что именно сейчас она вам далась достаточно сложно вы не хотели бы ее повтором и поэтому вы не двигаетесь вперед потому что вот этот вот опыт который вы имеете сейчас вы его с собой тащите в будущее вам кажется что вот в будущем тоже велика вероятность что снова формат ситуации может повториться не сама ситуация а вот именно то что в ней происходило это может повториться и поэтому вот у вас такая знаете чувство что я как будто бы обжегся и я боюсь снова попасть в те же самые сети и вот сейчас вы как раз таки наполнены вот этим что вот это вот девятка кубков которая говорит что лучше я закроюсь от всех пока здесь даже не то что закрываетесь а вы от гаража отгораживаетесь вы как будто бы отдаляетесь да то есть присутствует некая такая дистанция между вами и другими людьми либо между вами и миром то есть пока меня не трогайте да я как будто бы собираюсь силами вот и параллельно я жду каких-то вот подсказок для того чтобы почувствовать себя более уверенным но решение уже принято да что я выбираю будущее я хочу идти в это будущее но я не тороплюсь вот так скажу если еще что-то чем вы наполнены сейчас настороженностью я бы сказала да сбором информации и некой такой настороженностью планирование возможно то есть ваши мысли как раз таки сейчас идут о переменах да о том что вы хотели бы это нового начала и возможно новое начало это у вас уже есть да шанс уже есть здесь его важно не упустить но с другой стороны если выбирать упустить шанс или нет то здесь скорее всего что я лучше пропущу этот шанс я уверен что будет и следующий ну то есть это не последняя ваша какая-то возможность да не последний какой-то вариант я лучше его пропущу потому что я не уверен это знаете очень похоже когда ты едешь на дороге да за рулем и вот есть такая возможность быстро перескочить дорогу ну то есть добавить скорости проскочить но при этом ты видишь что едет машина и вот здесь вот есть присутствует такой некий риск подождать и пропустить эту машину и потом спокойно переехать знаете вот как на перекрестке переехать через дорогу а либо прибавить скорости газа и быстро переехать и тут и другой вариант он имеет место имеет место быть но в первом варианте присутствует риск да что вдруг что-то не сработает вдруг тебя машина не послушает вдруг я не знаю ты не успеешь скорости не хватит и вот будет авария либо знаете вот так вот просто подождать размер ну да нечего торопиться да тише едешь дальше будешь и я ну все равно пройду то есть и в первом и втором варианте вы так или иначе дорогу перейдите вопрос лишнее времени и риска в первом случае вы придете намного быстрее туда куда вы хотите идти во втором случае возможно некая такая заминка если вариант того что вот в этой заминке вы что-то потеряете помимо времени ну я бы сказала что нет здесь просто связано знаете с вашими какими-то навыками здесь вопрос реакции насколько вы умеете быстро реагировать и быстро принимать решения а вот это вот вопрос скорости в вашем случае он не не про вас вы более такие ну медлительные потому что все-таки присутствует вот какая-то неуверенность неуверенность вот так эти вы наполнены двоечки позиция номер 3 зелененький камешек смотрим вас троечки что внутри вас что внутри вас сейчас уход приход какое-то движение вы идете к своим целям вы идете к своим по своему пути да своей путеводной звезде я бы так сказала по зову своей души умещение что как будто бы фос свет в туннеле вот вы идете сейчас как будто бы на этот свет ни на что не обращаете внимание есть некая такая зашоренность я не вижу ничего вокруг себя вот а я просто продвигаюсь по пути к своему какому свет какому-то свету а куда вы идете к какому свету шестерка пендакли вы идете я бы сказала к удовлетворению своей мирской жизни хочется сказать да бытовой жизни либо с жизни связанные как-то вот с материальным миром удовлетворением почему для вас это так важно ну потому что шут потому что вы хотите какой-то какого-то обновления здесь такое чувство что долгое время вам как будто бы либо вы сами ограничивали свою свободу и вот такое чувство что вот это вот шестерка пендакли она она принесет вам удовлетворение от от того как вы вообще взаимодействуете с миром вот этот вопрос принятия и отдачи да то что вы отдаете и то что вы получаете здесь появляется такое желание это все сгармонизировать потому что раньше как будто бы вот вас ограничивали причем ограничивали не только в получении но и в отдаче я могу сказать что здесь вот как-то все баланс этот нарушил нет а здесь он вот как будто бы знаете как-то сжимали вас какие-то тиски вот сжимали сжимали собирали давили со всех сторон это как губку зажима ну жмешь выжимаешь из нее воду вот и она такая собирается 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 а потом она такая высохшая и когда ставишь ее под струю воды она так набухает потому что наполняется водой вот сейчас у вас такое ощущение что вот я хочу наполниться то есть вам как будто бы необходима свобода а какой свободе здесь идет речь свобода реализации своих каких-то мечт и желаний а почему вы до сих пор их не реализовали потому что вы обучались либо вы чему-то учились либо что-то вы тут изучали ну помимо того что вы изучали свое прошлое да вы как будто бы хотели понять как вам прийти к некой такой стабильности зачем вам нужна стабильность маг потому что потому что хочу потому что хочу управлять потому что хочу управлять а чем вы хотите управлять в коммуникации в коммуникации в коммуникации здесь как будто бы был у вас какой-то урок связанный с проявлением себя в социуме ощущение того что вот знаете бывает так что ты мастер и ты хороший мастер но ты не умеешь себя презентовать либо при взаимодействии с клиентами ты не можешь донести необходимую информацию то есть как мастер ты хороший но при взаимодействии с другими людьми ты понимаешь свои слабые места и вот здесь вот ощущение того что были какие-то уроки которые направлены на то что вы научились коммуницировать для того что вы научились взаимодействовать с другими людьми как-то знаете вы их не боитесь вы сильный человек но вы либо подавляете либо ломаете как будто бы людей понимаете здесь вот как-то не получается у вас выстроить коммуникацию с другими людьми но при этом вы понимаете что для того чтобы получить вот эту вот шестерку педагли которые вы хотите удовлетворение удовлетворение чтобы ваша жизнь была комфортная чтобы вы получали и имели тот достаток который вам необходим вы понимаете что это вам приходит через взаимодействие с людьми как-то вот от других людей но для этого вам нужно взаимодействовать с этими людьми а вы не очень то и хотите почему здесь нету гордыни здесь есть то что вам не комфортно то есть есть люди которые очень любят общаться и для них общение это естественный процесс особенно если они занимаются продажами то есть рассказывать всем кому-то вы не тот человек у вас как будто бы в жизни есть какие-то другие приоритеты более внутренние вот я не знаю например как у магов да как либо там ведьмы которые создают ритуалы вот они в этом процессе полностью находится они сфокусированы они понимают что они взаимодействуют с энергиями они как-то могут влиять вот именно через энергии но стоит им только вот как-то пообщаться с людьми и здесь как какой-то дискомфорт присутствует я не вижу чтобы это было связано как-то словесно что кто-то там кого-то обижает унижает оскорбляет нет здесь не про это здесь про то что человеку вот именно мастеру мы не комфортно общение и он вынужден и вот здесь вот ваш урок был направлен на то что вот это вот вынужден превратить в нечто такое более приятное потому что вот это вот вынужден оно на постоянной основе если себя каждый день принуждать то вы очень быстро сломаетесь вот здесь вот энергия будет уходить на что-то другое и ощущение того что вот сейчас как-то вот вы проходили этот урок почему вам так дискомфортно не знаете так дискомфортно общаться с людьми вы как будто бы здесь не то что вы не понимаете здесь нету желания вот такое чувство знаете вот оставьте меня с моим делом и я буду вкладываться в него и просто дам потом готовый результат лишь бы как-то вот не общаться с людьми ну я не могу сказать что здесь неприязнь какая-то ну здесь есть какой-то конфликт энергий что здесь я не могу понять что за конфликт ну здесь рыцарь мечей рыцарь мечей и десятка педаклей здесь такое ощущение что вы просто нацелены на результат то есть допустим если ваша работа предполагает условно говоря сделать украшения то вам абсолютно все равно кто эти украшения будет носить вам важен сам процесс достигнуть его создать и отдать вот такое ощущение чтобы человек сам пришел и забрал чтобы он сам с вами связывался чтобы он сам у вас спрашивал сколько это стоит и вообще вот это вот вся тематика коммуникации сколько это стоит как вам обратиться как оплатить вот у меня такое ощущение что у вас идет отторжение что можно я вот этим не буду заниматься то есть такое желание как-то вот автоматизировать эти процессы потому что вы понимаете что они у вас забирают как будто бы энергию что это лишнее но это лишь с вашей точки зрения потому что вам неприятно а на самом деле именно вот это вот взаимодействие с людьми оно дает вам солнце оно дает вам какие-то эмоции то есть вы можете себя даже славливать на мысли что когда клиент приходит забрать какой-то ваш продукт и он остается довольным то вы получаете еще больше заряд энергии еще большее удовлетворение я говорю здесь вопросы вот как будто бы связаны с результатами отдавать как не то чтобы отдавать а задел у вас идет на результат то есть вы отдали свой продукт клиент получил удовлетворение он радостный вы тоже радостные от того что вас поблагодарили но вот момент момент тогда когда вы создаете какой-то свой продукт ну то есть занимаетесь вы находитесь в процессе вам не хочется чтобы вас как-то отвлекали чтобы вам задавали здесь ощущение того что вот у вас как будто бы забирают эту энергию вас отвлекает и вы начинаете раздражаться не знаю опять-таки на примере клиентов это может быть что вот вам начинают там писать уточняйте что когда будет готова а куда вы отправите и здесь вот это вот вас как-то не знаю раздражает хочется поэтому вот этот вот процесс коммуникации он важен он просто улучшит все ваше дело то чем вы занимаетесь качество еще больше то есть не ваше мастерство а именно моменты взаимодействия с людьми вам это очень сложно дается вот не показывать здесь знаете вот человека который предпочитает меньше болтать и больше делать то есть такое ощущение что у вас и девиз такой давайте займемся делом да то есть хватит уже болтать давайте займемся делом и при этом вот а вселенная как будто вам показывает что вот это вот болтовня это тоже часть вашей работы очень важная часть вашей работы то есть помимо вашего мастерства вам нужно как-то продавать свои услуги и вам хочешь не хочешь надо взаимодействовать с другими людьми и вам нужно увидеть помимо пользы получать какое-то удовлетворение от этого общения и то есть то как вы влияете на свое дело на свой продукт точно так же вы можете влиять и на других людей но это вот для вас какая-то новая возможно сфера расширение я не знаю какой-то вот ваш новый кругозор это то что расширяет расширяет какую-то грань большую очень большую грань часть вас как личности а вы от этого вы избегаете вы не хотите вам вам неприятно вам неприятно что вам делать что вам делать ну пошли негативные карты то есть не надо вам чего-то ждать чего-то ожидать здесь как будто бы вам нужно научиться оценить не знаю свое время свой труд который вы вкладываете вот то есть здесь как знаете как получается ваша работа неважно чем вы занимаетесь она очень ценная она очень качественная но хочется сказать когда не налажен сбыт то есть когда вам некуда отдать вот этот свой продукт он хочет сказать как начинает портиться он начинает гнить и он обесценивается и здесь получается так что вы сами себя обесцениваете и свой труд только потому что вот какое-то вот последнее звено оно не налажено в вашей цепи вот донесение до потребителей донесение до клиентов вот все все налажено все хорошо а как будто бы сбыт нет и вам в принципе было бы хорошо но вот как-то знаете вроде начинается давать это представьте как я не знаю вы предлагаете какую-то пироженку либо конфетку человеку acquisition да да я хочу ее утопу а вы ладошку не раскрывать вы не отпускайте эту конфетку если main и не передаете то есть половина дела сделает то есть у нас вот она рука другого человека который готов взять а вы ладушка не открываете не надо не надо огорчаться и не надо себя винить по поводу какого-то выбора вы же еще что делаете вы начинаете что делать что делаете вы начинаете себя каким-то образом винить в своем выборе что возможно я не знаю долго как-то определяюсь не могу решиться вот я не решительный человек и почему я сделал этот выбор может быть не надо было может быть надо было как-то проще а если проще не получается то это наверное не моё какие-то такие мысли 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 идут здесь вам говорят о том что ну вот вот это не нужно делать надо просто двигаться вперед с умом с умом и по справедливости то есть если вы четко понимаете что вот это вот звено не налажено его просто нужно выстроить наладить и и тогда вы будете получать по заслугам либо пересмотреть какую-то ситуацию то есть может быть вы на нее смотрите не совсем под тем углом то что я сказала что да мне неприятная коммуникация вам возможно надо пересмотреть может быть в этой коммуникации есть что-то ценное и вы от этого отказываете здесь вот общая общая суть такая такой у меня был для вас расклад троечки благодарю вас всех за внимание до следующих раскладов всем пока пока